Рабочая поездка главы республики в Хабецкий район. Какое предприятие посетил Рашид Тимрезов, о каких нуждах жителей муниципалитета узнал? Один раз в жизни это должен исполнить каждый мусульманин, у кого есть возможность. Более 300 верующих в Карачаево-Черкесии отправились в Хадж. Соревнования учителей-дефектологов в Черкесске. Как прошел оригинальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. Человек своего дела исключительно творческий, с широким мировоззрением в Центре одаренных детей. Прошла выставка Коша Лизар Манбетова. Здравствуйте на телеканале Россия 24 информационный выпуск вести Карачаево-Черкесия. С вами Мурат Жанкёзов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с военным комиссаром республики Сергеем Белобородовым. Комиссар проинформировал о ходе работы военкоматов по отбору граждан на военную службу по контракту из числа жителей Карачаева-Черкесии, прибывающих в запасе. Также обсудили комплекс вопросов организации помощи военнослужащим. При непосредственном участии Республиканского военкомата налажено взаимодействие Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим с командирами воинских частей и подразделений, где проходят службу жителей Карачаева-Черкесии, участники СВО. Рашид Тимрезов считает эту работу одной из приоритетных. Личный контакт членов правительства, глав городов и районов с нашими земляками и их командирами на месте проведения СВО помогает сделать поддержку еще более оперативной, адресной и эффективной, отметил глава республики. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов побывал в Хабецком районе. В ходе рабочей поездки он ознакомился с производством фирмы «Дадым» в ауле «Малый Зеленчук». Затем в Хабезе состоялся прием граждан. Обо всем по порядку Альбина Ламкова. Продукция кондитерских изделий – одна из самых популярных и любимых. Конкуренция в этой сфере большая, поэтому главное в этом направлении – качество. Каждый производитель хочет создать лучший продукт. К этому стремится и фирма «Дадым». Впечатляют масштабы и безусловная чистота предприятия. В производстве используют современный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению кондитерских изделий. Благодаря приобретенному и смонтированному оборудованию запущены линии по производству муки высшего сорта, а также сахарного печенья производительностью одной тонны в час. Вкусное печенье очень важно. А вот так вы его покупаете? Вот так. По 8 килограммам? Коротко, по 8 килограммам. На новые объемы выходит цех по производству хлебобулочных изделий. Есть своя лаборатория качества. Созданы хорошие условия для сотрудников, в том числе собственная столовая. В планах руководства компании на ближайший год увеличить объем производства. Сейчас на предприятии трудятся до 45 человек. Производят печенье для школьников, соблюдая необходимые требования к детскому питанию. Для школьников 20 грамм. Потом в администрации аула Хабес глава региона Рашид Тимреза встретился с жителями района. На прием со своими проблемами обратились несколько человек по вопросам здравоохранения. Большинство из них социального характера. Касались и жилищно-коммунальной сферы. Была просьба в организации собственного дела. По всем поступившим обращениям граждан даны необходимые разъяснения. Часть вопросов удалось разрешить в ходе приема населения. Остальные взяты под личный контроль Рашида Тимрезова. Были не только просьбы. Звучали слова благодарности от жителей аула Зиюка. После состоялась двухсторонняя встреча между главой республики Рашидом Тимрезовым и главой Хабесского района Тимуром Жужуевым. На ней были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Альбина Ламкова, Либастана, Вести Карачаева, Черкесия, Хабесский район. По итогам поездки в Хабесский район глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял ряд решений, среди которых ремонт спортивного зала в ауле Псал-Чедахе, а также строительство нового детского сада в ауле Кызыл-Юрт. В ходе встречи с главой района Тимуром Жужуевым обсудили вопросы, связанные с водоснабжением, ремонтом дорог, дальнейшим строительством социальной инфраструктуры. Рашид Тимрезов отметил, что Хабесский район имеет собственный план дальнейшего экономического развития, основой которого является реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, туризма и промышленности. Более трехсот верующих Карачаева Черкесии отправились в Саудовскую Аравию, в город Мекку, чтобы совершить хадж. В мечели Аль-Харам находится главная святыня ислама – священная Кааба. Хадж – пятый столб ислама, его должен совершить раз в жизни каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства. Причем деньги на поездку должны быть заработаны исключительно честным путем. В соответствии с религиозными предписаниями, совершение хаджа займет у верующих 20-25 дней. Один из главных мусульманских праздников – Курман-Байрам – верующие встретят на Святой Земле. Паломники участвуют в религиозных обрядах, просят Всевышнего прощения грехов, неспосланий мира и здоровья. В Черкесске прошел оригинальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2023». Данное состязание направлено на профессиональный, карьерный и личностный рост учителей-дефектологов и логопедов. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог» проводится ежегодно с 2018 года. Состязание между педагогами проходит по двум номинациям – «Дефектолог года» и «Логопед года». Отмечая важность подобных конкурсов, заместитель министра образования и науки Карачаева Черкесии Лейла Атаева подчеркнула, что это возможность для учителей повысить свой профессионализм и обменяться педагогическим опытом. Мы хотим наш конкурс направить прежде всего на то, чтобы подчеркнуть важность и нужность вашей работы, чтобы коррекционные педагоги, чтобы мы могли в должной степени чествовать работу коррекционных педагогов, чествовать учителей, которые посвятили свою жизнь работе с особенными детьми, с детьми, которые испытывают трудности в общении. Уважаемые конкурсанты, я хочу сказать, что ваш труд, он безмерен. В финальной части регионального этапа «Заправо» войти в тройку победителей соревновали 7 лучших конкурсантов республики. Каждый из учителей в течение нескольких минут рассказывали о своей педагогической деятельности и о инновационных методах обучения. Нас всех здесь объединяет одно – любовь к детям, преданность своему делу и постоянный творческий поиск, отмечают участники конкурса. Такие профессиональные конкурсы важны, потому что когда мы ходим на работу, мы работаем с детьми, мы не видим своих коллег. Количество логопедов в детских учреждениях ограничено, а здесь мы можем пообщаться с коллегами, поделиться опытом, увидеть достоинства и недостатки своей работы. И тем самым мы улучшаем работу и улучшаем речь наших детей. В итоге победителем регионального этапа всероссийского конкурса стала учитель-дефектолог Республиканской коррекционно-общеобразовательной школы «Интернат первого вида» Марина Дерябина. Второе место заняла учитель-логопед детского дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Журавлик» Черкесска Юлия Гаманова. И на третьем месте педагог-дефектолог детского сада «Полет Черкесска» Любовь Савич. Победитель данного конкурса будет представлять наш регион уже в финале всероссийского этапа учитель-дефектолог. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Черкесске в Центре для развития одаренных детей «Спутник» состоялась выставка графических работ талантливого художника Коша Лизар Манбетова. На этот раз она была посвящена великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Художник является большим поклонником творчества писателя и рассказал нашей съемочной группе об экспозиции. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. У заслуженного художника республики Кошали Зар Манбетова много наград и регалий, но сам он по натуре очень скромный человек. Для него счастье родиться в один день с великим Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэтому художник ежегодно организовывает выставку в честь Пушкина. Экспозицию «Золотой кочевник» открыла графическая работа в исполнении Зар Манбетова. В Питере, где я учился, объединил там город, детское село, в котором он не жил. Вообще, когда мальчиком был интересен истории. Поэтому там же обучился, многое увидел. Поэтому, в общем, называется везде, где я бываю, в зарубежном везде, одним названием «Золотой кочевник». Почему? Первые три буквы моей фамилии Зар означают «Золотой». Первые три буквы моей имени Кош означают «Кочевник». Кошали Зар Манбетов делится, что стал фанатом творчества Пушкина с самого детства. И именно оно стало отправной точкой к миру прекрасного. Эти работы в основном все новые, потому что у меня были больших размеров, какие-то уменьшил. Но я не люблю повторять. Если даже я делаю силуэтом одинаково, где-то что-то добавляю, где-то обрамления какие-то. Я больше поставил там, где народу, потому что в других странах интересуется, потому что это наша история, наш фольклор. Поэтому мне интересна работа, почему в графике, потому что много удобств здесь не надо. На мероприятии присутствовали поклонники творчества известного художника. Студенты и учащиеся все в один голос говорили, как это здорово прикоснуться к творчеству Зар Манбетова. Казбек Бастанов, скульптор, ученик Кошали, вспоминает своего наставника как человека своего дела, исключительно творческого и требовательного. Он нас вел пару, целых шесть лет. О нем могу я рассказать только все хорошее. Он профессионал своего дела. Всегда заставлял нас, чтобы мы работали. Трижды он сверху добавлял работу, чтобы мы пахали. Один из самых лучших преподавателей, которых я знаю, он все отлично показывает, объясняет. Он не строгий, дает какие-то очень полезные советы. Выставка продлится еще несколько дней. Ну а талантливый художник уже рисует в голове образы, формы и решения для новых работ. Альбина Курочинова-Кенжева, Светлана Кокова, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. И о футболе. Сегодня на стадионе «Нарт» состоится второй домашний матч. Наша команда принимает гостей из Кабардино-Балкарии, футбольной школы «Нальчик». Поединок состоится в 18.00, вход бесплатный. Команда ждет поддержки зрителей и болельщиков. В свою очередь «Нарты» обещают продемонстрировать достойную игру. Каждый день у команды проходят усиленные тренировки. Сейчас наша команда на четвертом месте в турнирной таблице. Но впереди много домашних игр. Все на матч, болеем за «Нарт». Далее смотрите экономические вести с Альбиной Ламковой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.